В эфире новости ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Анастасия Перевозчикова. Здравствуйте! На космической перемене организовали квест для студентов и сотрудников университета, посвященный аэрокосмонавтике. Аэрокосмическая неделя в ЮРГУ продолжается. Прошла космическая перемена. Студенты и преподаватели приняли участие в квестах, узнали больше о космосе, планетах и посмотрели, как работают беспилотники. Студенты приходят к нам сюда и проходят точки тематические, которые посвящены дню космонавтики, получают призы. И мы такую разработали концепцию, как жетоны. Они берут еще жетоны планет. Это у них космический тур по планетам Солнечной системы, где они разведывают эти планеты, узнают, что о них новое. И потом получают приятные призы, подарки. Цель мероприятия – повысить уровень знания о космосе и достижениях в сфере аэрокосмонавтики. Для участников провели викторину, которая была посвящена вопросам первого полета Гагарина, названию его космического корабля и эксперименту полета «Белки и Стрелки». Мне очень нравится сегодняшнее мероприятие. В нем есть какой-то вайб. Он передает очень сильно тематику аэрокосмического направления, политехнического института и в целом не космонавтики. На мероприятии участники получали тематические подарки и делали снимки у фотозоны, которая была украшена в соответствии с праздником. Завершился прием предложений для названия будущего межуниверситетского кампуса. Подробности далее. Более 170 вариантов названия для будущего университетского кампуса мирового уровня поступило от южноуральцев. Предложения самые разнообразные. Длинные и короткие, связанные с наукой и астрономией. Феникс Орион, с именеми челябинских ученых Игорь Курчатов или Герман Вяткин, а также с особенностями региона Аркаим, Метеорит, Таганай. Из всех вариантов будут выбраны те, которые более точно отразят специфику кампуса. Отметим, что в скором времени у жителей города появится возможность создать логотип кампуса. Аэрокосмическая неделя в Южноуральском государственном университете. Обучающиеся 8 класса прослушали лекцию, посвященную аэрокосмонавтике и ракетным установкам. Тема проведенной лекции связана с Днем космонавтики. Директор Политехнического института, проректор по научно-образовательным центрам и комплексным научно-техническим программам Сергей Ваулин рассказал ребятам про виды ракетной техники, ракетный принцип движения, а также познакомил учащихся с историей появления пороха и двигателя. Причем здесь не только космонавтика, но и все то, что связано с боеприпасами и взрывателями. Два направления на кафедре двигателей летательных аппаратов, это вот собственно ракетные двигатели и все то, что связано с боеприпасами и взрывателями. И то и другое у нас представлено в так называемой музейной экспозиции, то, что разрешено показывать, рассказывать. Поэтому школьники разделились на две группы. Одна пошла на ракетное направление, другая на боеприпасное, потом они поменялись. После лекции школьникам показали центр ракетно-космической техники, который является музеем. В нем располагается единственная в мире коллекция баллистических ракет морского базирования. Мне все понравилось, особенно экскурсия по ракетостроению. Показали очень интересные двигатели новые, которые используются в космических полетах. Ну и очень все монументально так и интересно было. Также ребятам рассказали о российском космонавте-испытателе, выпускнике инженерно-экономического факультета ЮРГУ Дмитрие Петелине, который передал поздравления на Землю прямо с борта МКС. Привет, токашники, космонавты! Привет вам с орбитальной станции, с МКС! Сегодня знаменательный день, день первого полета человека в космос. Хочется пожелать всем вам, чтобы ваши мечты осуществлялись и чтобы вы увидели Землю из иллюминатора космического корабля. С праздником! С Днем Космонавтики! Цель таких встреч для школьников – показать аэрокосмическое направление как возможный путь развития. Ко дню космонавтики в Челябинске пришла презентация почтовой марки. Подробнее в нашем сюжете. Ко дню космонавтики во все отделения Почты России в обращение вошла тематическая почтовая марка. На ней изображена работа победителя открытого всероссийского тематического конкурса «Рисунка» Ирины Мирошниченко. Также в Челябинск поступил штемпель для специального гашения марок. Он будет действовать только 12 апреля. Сегодня презентуем почтовую марку, которая вышла, посвященная Дню Космонавтики. Новая почтовая марка в количестве 5000 экземпляров. Она у нас в области 19 рублей. Ее стоимость позволяет отправить почтовое отправление в любую точку нашей страны. И также был изготовлен специальный штемпель, посвященный Дню Космонавтики. Космического направления кафедры летательных аппаратов Юргу не первый год посещают акции, которые организуют Музей Почты. События своеобразные в своем роде. Не часто приходишь на такие мероприятия. Но тем не менее, тем более, скорее так, это интересно, познавательно. Ну и открывает какую-то еще одну сторону, связанную с популяризацией, с историографией, в том числе нашего космического направления. В рамках праздника на мероприятии была открыта филателлическая выставка. В экспозиции представили раритетные почтовые марки, открытки, конверты и другие экспонаты, посвященные первому покорителю космоса, а также подарки Музея Почтовой связи от космонавтов. Среди особо ценных экспонатов первая серия марок 1961 года, изданная в честь Юрия Гагарина. Лично для меня этот день тоже довольно значимый, так как я студент аэрокосмического факультета, учусь как раз таки на ракетные двигатели. Для меня это тоже довольно важный день, и вот тоже бы хотелось получить и марку, и как раз таки штамп первого дня. Желающие смогли украсить письма оттисками международный день полета человека в космос и космические исследования при помощи памятного штемпеля для специального гашения марок. Хоккейная команда Юргу Политехник вошла в тройку лучших в чемпионате СХЛ и завоевала почетные бронзовые медали. В Сочи прошли финальные игры чемпионата студенческой хоккейной лиги сезона 22-23. Уступив соперникам из Тамбова в полуфинале, команда Политехник заняла третье место. В этом году в состав команды вошли новые игроки. У нас хорошая, сильная команда, я бы сказал, даже сплоченный коллектив, все дружно выступили, молодцы. Как бы кого-то выделить я не могу, потому что в этом сезоне у нас реально была команда, и все тянули на себя эту ответственность, все играли друг за друга, все молодчики. По словам главного тренера Артема Плетнева, очень много сил команда оставила в 1-4 плей-офф. Там шла упорная борьба за выход в полуфинал, и Политехник выиграл в серии 3-2. Хоккеисты выходили с травмами, но команду не подвели. Однако забрать в третий раз подряд Кубок Победителя не удалось. После двух чемпионских сезонов подряд, конечно, хотелось бы повторить это, но мы вернулись с настроением, что мы выиграли бронзовые медали. Это каждый год все сложнее и сложнее, много факторов, которые на это сказались, но мы вернулись с хорошим настроением. Перед финальной игрой команда активно тренировалась, занятия на льду и в зале. Проводили контрольные игры с представителями высшей хоккейной лиги. Несмотря на то, что сезон СХЛ окончен, Политехник продолжает выходить на лед в других чемпионатах. Мы доиграем чемпионат города, мы в полуфинале против Уралгов, когда двух побед играем. И уже здесь второй финалист, это команда Авториал на основе Чапаркульской звезды, очень сильная команда. За две недели, я думаю, может быть, две с половиной, это все пройдет. После майских праздников будем делать открытые тренировки для абитуриентов, которые хоккеисты планируют куда-либо поступать. Будем смотреть уровень хоккея, абитуриентов, чтобы с помощью их в дальнейшем сформировать команду, а возможно, и две. Политехник придерживается позиции, при которой все игроки команды должны быть единомышленниками и сплоченными союзниками. Так считает главный тренер Артем Плетнев. Именно это приводит к победе. В рамках национального проекта здравоохранения прошла всероссийская акция «Будь здоров!», нацеленная на формирование грамотного представления о здоровье. В рамках всероссийской акции «Будь здоров!» волонтеры и медики рассказали студентам ЮРГУ о правилах здорового питания и способах укрепления иммунитета. Акция «Будь здоров!» проводится в рамках того, что в России проходит месяц здоровья, а в медицинском университете проходит неделя здоровья, поэтому популяризация идет здорового образа жизни. Студенты-медики решили прийти в ЮРГУ, чтобы обменяться опытом, провести игру и померить давление всем желающим студентам. Акция приурочена ко Всемирному дню здоровья, который отмечают в России третий год подряд. Цель проекта – формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни. Одна из главных задач – напомнить о важности своевременного прохождения медицинских осмотров и диспансеризации. Это сейчас очень актуальная акция, потому что не все студенты знают о своих заболеваниях. То есть можно сейчас подойти будет к нам, студентам-медикам, и измерить, например, свое артериальное давление, потому что не все люди знают, у кого оно повышено, у кого понижено, и нужно это отслеживать. Так можно лучше улучшить свои качества здоровья, и тем самым можно улучшить трудоспособность в университете. Все желающие могли принять участие в интерактивах, посвященных здоровому образу жизни. В рамках акции студентам предложили измерить артериальное давление, а также поиграть в настольную игру. Впечатления о мероприятии сложились благоприятные, заинтересовало приборы для измерения подкожного жира и давления. Также были увлекательные игры, чтобы узнать о профилактиках разного, чтобы поддержать здоровье. В целом я считаю, что акция достаточно важная, потому что в современном мире каждый человек постепенно, а может даже не постепенно забывает о своем здоровье. А это самое важное. Масштабная акция «Будь здоров!» проводится ежегодно во всех субъектах России. По словам организаторов, неформальная обстановка позволяет эффективно информировать и привлекать молодое поколение к здоровому образу жизни. Прошел заключительный тур Всероссийской Олимпиады студентов Прометеи по иностранным языкам в 2023 году. Организатором заключительного этапа Всероссийской Олимпиады студентов Прометеи по иностранным языкам стала кафедра иностранных языков Института лингвистики и международных коммуникаций ЮРГУ. Участие в ней приняли более 1300 студентов по всей России. По словам старшего преподавателя кафедры иностранных языков Анастасии Подолько, география конкурса большая. Участие в очном этапе приняли студенты не только из Челябинска, но и из Красноярска, Севастополя, Перми, Нижневартовска и других городов страны. Ожидания всегда высокие, потому что ребята приезжают очень интересно, с интересной позицией в жизни, которые знают, чего хотят. И с очень высоким уровнем английского языка. Это мы уже на протяжении нескольких лет отмечаем, что очень высокий уровень. При том, что ребята не лингвистических специальностей. И мне кажется, это мотивирует нас продолжать организовывать Олимпиаду и мотивирует остальных ребят усерднее учиться, готовиться, изучать английский язык. Олимпиада Прометые проходила для студентов бакалавриата и специалитеты очной формы обучения неязыковых направлений подготовки в два этапа. Первый, отборочный тур, проводился онлайн, а заключительный на базе нашего университета. На очный этап прошли студенты, набравшие от 90 до 100 баллов. Я занимаюсь преподаванием от английского языка. Я скомпилировала, собрала все свои выводы, итоги, какие-то наблюдения за несколько лет своей работы и представила их сегодня. И это получило большой отклик у членов жюри, у действующих преподавателей вуза. И это было очень здорово, потому что я поняла, что я двигаюсь в верном направлении, и я могу профессионально в том числе развиваться. Ну и в принципе познакомилась с разными людьми, была приятно поражена атмосферой, в целом юргу, и поэтому получила огромное количество положительных эмоций. На протяжении двух конкурсных дней участники соревновались в знаниях английского и немецкого языков. Победители Олимпиады имеют право претендовать на получение дополнительной повышенной государственной стипендии при поступлении на магистратуру на бюджетной основе. Весеннее многоборье среди членов профсоюза, работников народного образования, науки и здравоохранения Российской Федерации прошло в Юргу. В Дворце спорта Юргу прошло весеннее многоборье. Участниками стали члены профсоюзов здравоохранения, образования и работники культуры. Соревнование включало в себя два вида спорта – настольный теннис и дартс. Такое мероприятие мы проводим по теннису дартсу впервые. Объединились профсоюз работников здравоохранения и профсоюз образовательной области. Представили по 30 участников своих. Ну, надеемся, что пройдется хорошо. Я благодарно, хочу выразить благодарность Ужноуральскому государственному университету за то, что откликнулись, за то, что предоставили нам площадку, за то, что участники могут не только поиграть в теннис и в дартс, кстати, я не сказал, что еще и у нас второй вид спорта – это дартс, но могут еще и искупаться в бассейне, не в смысле прыгнуть после проигрыша, а просто получить удовольствие. На участие в соревнованиях были заявлены претенденты из МИАСа, Магнитогорска, Златоуста, Котов-Ивановска и других челябинских областей. Среди них выбрали лучших представителей по настольному теннису и дартсу. Начало все было положено у нас этой зимой. Два наших замечательных председателя образования Юрия Лемшконников и работников здравоохранения Денис Петрович Рываев решили провести сначала бильярд среди мужчин и женщин, но работники этих отраслей. Ну а потом дальше все это выросло в такой замечательной многоборье. Мы это впервые проводим среди трех профсоюзов, надеемся, что это будет замечательной традицией. Настольный теннис и дартс активизируют обмен веществ, улучшают кровоснабжение и тренируют сердечно-сосудистую систему, а также позволяют снять нагрузку после работы. Денисом я занималась в школьные годы около 4-5 лет, потом играла в студенчестве. После студенчества много лет у меня, конечно, был перерыв, поэтому сюда я шла, ничего для себя не ожидая. Но очень приятно, конечно, все. В соревновании приняли участие 30 представителей профсоюза здравоохранения Челябинской области, 29 из образований и науки и один из профсоюза культуры. Участники, занявшие призовые места, были награждены не только кубками, грамотами и медалями, но и получили денежные призы. ЮРГУ принял участие во Всероссийском собрании Координационного совета председателей вузов Общероссийского профсоюза образования. Подробности смотрите в нашем сюжете. В Москве прошло традиционное Всероссийское собрание Координационного совета председателей вузов Общероссийского профсоюза образования. ЮРГУ и Челябинскую область представил председатель Координационного совета Челябинской области, заведующий кафедрой спортивного совершенствования, директор физкультурно-спортивного клуба ЮРГУ Альберт Аминов. Она была посвящена проблемам вузовских педагогических работников, тем новым веяниям, которые Министерство науки и вышеобразования доводит директоров, и здесь с нами работал директор Департамента экономики и финансовых отношений Канукаев Аслан. Собрания проходят ежегодно с момента создания всей профсоюзной деятельности. В их рамках участники могут предложить свои идеи для улучшения образовательного процесса. Мы обсуждали ту систему, которая работает в вузах по отчетности для преподавателей, говорили о том, что существует проблема, ну это прямо в присутствии директора Департамента Миннауки Канукаева, о том, что большая загруженность преподавателей в плане отчетности, помимо той голосовой нагрузки в аудиториях, у нас еще как минимум две базы данных на каждого преподавателя приходится, и отчетность требуется здесь и сейчас. На собрании были рассмотрены важные темы – оплаты и нормирование труда, трудового договора, текучки кадров, социальные гарантии и работы социальной инфраструктуры вузов. Сегодня уже миллионы людей используют электронные госуслуги. Потому что это позволяет экономить время, все функции собраны в одном месте, а работа построена так, как это удобно вам. Зарегистрируйтесь на портале, не выходя из дома, и вы сможете проверить и оплатить штрафы ГИБДД, задолженности по имущественному и транспортным налогам, записать ребенка в детский сад или назначить приему врача. Для регистрации вам понадобится ввести только паспортные данные и СНИЛС. Для полного доступа к порталу и сайтам органов власти необходимо подтвердить вашу учетную запись. Это легко сделать, обратившись в один из многочисленных центров регистрации, расположенных рядом с вашим домом. Подтвержденная учетная запись гарантирует максимальное удобство и доступ ко всем услугам портала, включая получение загранпаспорта и регистрацию авто, а также позволяет работать с сайтом Федеральной налоговой службы и порталом Пенсионного фонда России. Госуслуги. Проще, чем кажется. Вирусные инфекции наиболее активны зимой и весной. Помните, грамотная профилактика позволяет избежать многих болезней. Надевайте одноразовую медицинскую маску в общественных местах и уделяйте внимание гигиене рук. При любых признаках недомогания немедленно обратитесь к врачу. Относитесь бережно к своему здоровью. Больше полезной информации на сайте роспотребнадзор.ру